Девушки отдыхают Продолжение всего просмотра Все это играет важную роль в том, почему некоторые сериалы получают зрительское признание, а другие остаются незамеченными Безусловно, многие зрители ждут продолжения сериала Однако пока оно не планируется Любая информация по этому поводу на данный момент времени является просто слухами Но возможно уже скоро мы получим подтверждение в виде свежих новостей от создателей и авторов Не пропустите! Безусловно, все мы очень хотим увидеть продолжение И как только появится любая информация, которая подтвердит возможность нового сезона, мы сообщим об этом на нашем канале Чтобы скрасить наши ожидания новых эпизодов, предлагаем обзор отличных и не уступающих по накалу страстей сериалов Вторая половина 15 века Москва Последние правители Византии-палеологи бежали в Рим После смерти первой жены, князь московский Иван III получает предложение послов из Рима Жениться на юной византийской принцессе в изгнании по имени Зоя-палеолог Иван III отправляет в Рим доверенного воеводу Хромова и своего нанятого монетного мастера, итальянца Фреа В первой серии послы привозят Зою из Рима в Москву, где при повторном крещении она принимает новое имя – Софья Однако, став великой княгиней московской Софьей, Зоя-палеолог не оправдала надежд Папы Римского по расширению влияния католической церкви на Руси Попытки посылать эмиссаров с целью убедить Софью следовать линии Рима, а в дальнейшем убить ее, заканчиваются провалом В сериале показаны наиболее яркие моменты правления Ивана III, война с Новгородской республикой, ссора и дальнейшие перемирия с братьями Борисом Володским и Андреем Большим Также показан выход из-под власти Золотой Орды и противостояние между Софией и Еленой Волошанкой, которая является женой старшего сына Ивана III Съемки сериала начались в ноябре 2014 года и проходили как за границей, так и в России Для съемок на территории ВДНХ была выстроена декорация Московского Кремля, соответствующая его историческому облику XV века Тогда он был белого цвета, вместо привычного для нас красного Специально для фильма реквизиторы нашли антикварную посуду и утварь того времени Для проекта было сшито более тысячи костюмов Тысячи россиян посетили выставку о создании этого телепроекта К съемкам сериала были привлечены консультанты и эксперты В телевизионном фильме с высочайшей точностью воспроизведены костюмы и предметы быта эпохи Также телезрители увидят сцены сражений и природных катаклизмов Тайны и интриги средневекового Великокняжеского двора, любовь и ревность, колдовство и покаяние Перед художниками по костюмам в фильме стояла очень сложная, но невероятно интересная задача Одеть весь Великокняжеский двор Москвы XV века И абсолютно каждый костюм должен смотреться художественно ярким, выразительным, ведь это одна из главных составляющих образа Эта история начиналась очень даже прекрасно Света вместе со своим возлюбленным гуляла на вечеринке, организованной однокурсницей в честь выпуска Света и ее парень решили выйти на балкон В порыве страсти девушка не удержалась и упала с третьего этажа на асфальт Молодая девушка Света оказалась в инвалидном кресле Но врачи дали ей надежду на выздоровление Но чтобы вновь встать с коляски, девушке нужна дорогостоящая операция Так что Свете нужно собрать достаточно большую сумму денег На парня надеяться Светлана больше не может Он сбежал, как только узнал, что его возлюбленная прикована к инвалидному креслу Денег у девушки нет вообще, как и работы Но рядом осталась верная подружка Ирка, которая работает парикмахером И снимает со Светой двушку, оказывая Свете огромную моральную поддержку Телепроект стал экспериментальным для всего российского телевидения Дело в том, что с первой серии он снят в формате веб-сериала Поэтому все, что происходит на экране, зрители видят через объектив веб-камеры Это первый пример подобного формата съемок телепроектов в России Работа над сериалом началась в 2015 году Съемки первого сезона телесериала продлились 30 дней На знаменитом сайте Кинопоиск рейтинг этого сериала составляет чуть больше 6 баллов из 10 Комедия, при всей легкости внешнего восприятия, остается одним из самых сложных жанров кино Эксперимент многие считали отчаянным, но в итоге он вышел невероятно удачным Сценарий хорошо продуман Это настоящая сатира современной жизни, которая совсем не требует серьезного отношения В роли Светы в 16-серийном комедийном телефильме снялась Мария Машкова Ее подругу Ирку сыграла Анна Котова, а Павла – Кирилл Каганович Молодого человека, которому Света неровно дышит, сыграл Александр Ратников Постоянных клиентов Светозары, вдову олигарха Ксению и одинокого странного мужчину Цыпина Сыграли Евгения Дмитриева и Борис Комарзин соответственно Сериал повествует о знаменитом автогонщике Максиме, который оставляет спортивную карьеру И посвящает свою жизнь жене и дочке Ирина Авдеева работает главным бухгалтером в компании бизнесмена Евгения Полонского Который увлекается спортивными гонками В первом эпизоде Евгений хочет уговорить Максима вернуться в спорт Он предлагает ему очень рискованные пари Авдеев выигрывает гонку, но едва не погибает На дне рождения дочери Авдеева Полонский сообщает Максиму, что на него давят конкуренты И это может быть опасно как для него, так и для Ирины В качестве спасения ситуации Полонский предлагает Авдееву перевести некий груз Но таким образом, чтобы его не догнали В сериале поднимается проблема взаимоотношений отцов и детей При этом создатели сериала сняли трогательную семейную историю Которая разворачивается на фоне захватывающих криминальных событий Несмотря на острый сюжет, авторы картины все же считают, что «Чужая дочь» — это мелодрама В сериале много личных переживаний героев Поиски отцом утерянной дочери, попытка наладить контакт с ребенком Отчаяние матери, которая узнала, что тайна рождения ребенка может быть раскрыта Главную роль бывшего автогонщика Максима Авдеева сыграл Игорь Петренко Который снимался в таких сериалах, как «Рубеж», «Черная кошка», «Рожденная звездой» Также в сериале снялись актеры — Андрей Смоляков, Анатолий Кот, Михаил Горевой, Надежда Михалкова, Эльвира Болгова, Сергей Насибов, Любовь Толкалина, Валентина Ляпина, Семен Трескунов Работа над проектом велась в трех городах — Ярославле, Данилове и Москве Зрители увидят в кадре Волжскую набережную, а некоторые сцены снимались на знаменитом теплоходе Москва Исполнитель главной роли Игорь Петренко рассказал о работе над проектом Я получал огромное удовольствие от работы с Сергеем Газаровым, как я считаю, выдающимся и фантастическим человеком У него потрясающее чувство юмора И как актеру мне с ним очень интересно, потому что он является одним из лучших актеров современности И как режиссер занимается ювелирной работой с артистами В первой серии сериала спецназовец Александр Кучин после службы в армии вернулся в родной город У него есть мечта, чтобы Россия стала лучшей страной в мире и люди в ней жили хорошо Следуя ей, он пытается перевоспитать нерадивых земляков любыми способами Александр со школы влюблен в Елену Сосарину, которая мечтает уехать в Москву и стать знаменитой звездой В то же время к Александру неравнодушная Екатерина Тетерина, простая девушка, готовая принять его любым, ведь для нее он настоящий мужик Здесь зритель видит неклассического героя подобных произведений, который пытается познать непостижимые пути российской государственности Здесь герой просто любит свое отечество, без вопросов к нему, без претензий И делает это не потому, что вокруг него все чудесно Наоборот, его идеал вечно сталкивается с бытовыми ситуациями, в которых оказывается почти нежизнеспособен, но герой остается непоколебим, несмотря ни на что Герои по-доброму простые, здесь вы не найдете сильной личностной борьбы и глубокой рефлексии В нем есть интересный конфликт человека, борющегося за общество и его будущее против желания этого самого общества В день премьеры сериал стал лидером вечернего слота в России по доле просмотров с аудиторией почти 2 миллиона зрителей Ситком был представлен 25 октября 2018 года в Московском кинотеатре «Октябрь» во время презентации премьерных проектов 2019 года Однако сериал так и не вышел, премьера была перенесена на начало весны 2020 года Продюсер Антон Зайцев рассказал детали о сериале Патриотизм и юмор уживаются прекрасно Столько хороших комедий было сделано в советское время, где показаны люди, как с высокими идеалами, так и со слабостями Патриотическая комедия, беспокойное хозяйство, интервенция, гусарская баллада При этом наш сериал – это комедия не о патриотизме Это комедия, где одного из героев называют патриотом за его яркую позицию Но на самом деле, все герои здесь патриоты и любят свой маленький городок Первая серия этого сериала началась крайне интригующе В то время как большинство психологов нянчатся с клиентами, по полгода выслушивая жалобы на их жизнь Главный герой Артем намеренно выталкивает своих пациентов из зоны комфорта Артем Стрелецкий – психолог, профессиональный провокатор, практикующий шоковый метод психотерапии Работа психолога успешно процветает до тех пор, пока один из клиентов не накладывает на себя руки Суд приговаривает Артема к восьми годам лишения свободы Выйдя из тюрьмы по условно-досрочному освобождению через четыре года Стрелецкий возобновляет работу с пациентами и пытается самостоятельно раскрыть дело, по которому оказался в тюрьме Однако бывшая жена Артема Даша обрела счастье с другим мужчиной и не желает его видеть Но Артем не верит в их любовную идиллию Продюсер Александр Цекало рассказал подробности о сериале Про психологов уже снято много сериалов, но настолько пронзительного еще не было Наш герой живет на грани, спасти всех, разрушая себя Самым сложным для такого проекта, как этот, было написать очень честный сценарий На эту задачу у автора идеи и креативного продюсера, а также сценариста, ушло более полутора лет Еще до выхода сериала в эфир Первого канала, во время Каннской презентации проекта весной 2018 года Представители кинобизнеса из Японии и США приобрели права на адаптацию телефильма Создатели сериала не выдумали провокативную психологию, которой занимается главный герой В действительности такой метод есть в реальной жизни, и он иногда практикуется в психологии Идея снять этот проект возникла именно благодаря тому, что продюсер Александра Ремезова познакомилась в свое время с психологом, который применяет провокации как метод в профессиональной деятельности Интересные факты Идея для сериала появилась благодаря знакомству продюсера проекта с психологом по имени Сергей Насебян Сторонником провокативного метода, применяющим этот инструмент в своей профессиональной деятельности Представители кинобизнеса из Японии и США приобрели право на адаптацию сериала в своих странах В Калининградском следственном изоляторе на себя накладывает руки майор Андрей Рыжов, обвиняемый в превышении должностных полномочий Четверо его коллег, Олег Каплан, Павел Карпенко, Оксана Голикова и Федор Вачевский Уверены в невиновности своего бывшего руководителя И для того, чтобы восстановить его доброе имя, начинают самостоятельное расследование произошедшего В первом эпизоде полицейские Олег Каплан, Павел Карпенко и Федор Вачевский арестовывают вышедшего из тюрьмы Глеба Монахова, бывшего начальника службы безопасности депутата Калужного Но благодаря стараниям адвоката, бандиты выпускают на волю Руководитель следственной группы Андрей Рыжов превышает полномочия во время допроса преступника Савочкина, подозреваемого в жестоком преступлении Рыжова обвиняют в деянии, которого он не совершал Во время допроса под давлением майора Дроздова он наложил на себя руки Данный криминальный драматический сериал – это российская адаптация успешного французского проекта, который первый канал показал летом 2014 года Французский проект, который был взят для адаптации российскими кинематографистами, снял знаменитый Оливье Маршаль, создатель таких проектов как «Неприкасаемые» и «36» Первый сезон сериала показал рекордно высокие рейтинги во Франции Режиссером сериала стал Карен Аганисян Он известен как создатель проекта «Клим» и других нашумевших телепроектов Съемки первого сезона российского сериала стартовали в начале 2016 года и полностью проходили на территории Калининградской области Одну из главных ролей во французском сериале сыграл актер Жан-Ю Канглад, известный по фильмам «Подземка» и «Никита» В нашей версии зрители увидят звезду отечественного кинематографа Владимира Машкова Также главные роли сыграли Александр Паль, Лукерия Ильишенко и Денис Шведов Режиссер Карен Аганисян рассказал подробности о проекте «Мы собрали прекрасную команду. Все герои разные. Персонаж Владимира Машкова, лидер команды, волк-одиночка, но он будет меняться на протяжении всего фильма Романтика ему не чужда, и у героя будет не одна любовная сцена Александр Паль играет парня из нашего двора, но и бунтаря Герой Дениса Шведова – человек, который разрывается между работой и семьей А Лукерия Ильишенко всех удивит, у нее очень непростая драматическая роль Основная часть событий знаменитого сериала происходит в студенческом общежитии Также в сериале регулярно показывается кафе, аудитория вуза, особняк на Рублевке, кабинет с видом на московский Кремль, ресторан и клуб Сюжет первой серии строится на том, что персонаж Саша сбежал из университета в Лондоне, где изучал финансы, и поступил на астрономическое отделение физического факультета одного из московских вузов Сильвестр Андреевич, его отец, хочет вернуть своего сына к прежней жизни, но тот желает жить в народе и хочет всего в жизни добиться сам Нежному мажору предстоит жить в одном блоке с вечно колотящим по груши каратистом Кузей, общажным ловеласом с именем Гоша, отличницей Таней и блондинкой Аллой, начинающей свой день с чашки растворимого кофе Параллельно с этим с героями сериала приключается много забавных и смешных ситуаций Их пятеро Все они разные и у каждого есть свои особенности в характере Они живут в соседних комнатах, у них общая кухня, туалет и ванная У них больше нет выбора, кроме как искренне полюбить друг друга, чем они периодически и занимаются Им очень весело, они дружные и глупые Сериал максимально приближен к реальной жизненной обстановке Актеры неплохо справляются со своими ролями Сюжет у сериала очень простой и немного неправдоподобный, но учитывая, что это комедийный сериал, то сюжет не так уж и важен Со временем проект стал развиваться, появились новые персонажи Главные роли исполнили Андрей Гайдульян, Виталий Гагунский, Мария Кожевникова, Валентина Рубцова, Арарат Кищан и другие Сценарий был написан Вячеславом Дусмухаметовым, известный по таким работам, как «Папины дочки» и «Шесть кадров» А также Семеном Слепаковым, известный по таким работам, как «КВН», «Камеди Клаб», «Наша Раша» и «Прожектор Пэрис Хилтон» Премьера первой серии состоялась в далеком 2008 году и сериал моментально завоевал любовь у зрителей Создатели не стали останавливаться на первом сезоне и выпустили еще несколько В 2021 году сериал реанимировали Теперь его новое название – «Универ 10 лет спустя» Действие сериала происходит в 1946 году Прошедший войну Денис Журавлев возвращается после фронта в родные края в звание лейтенанта Он на себе ощутил все ужасы военных действий Теперь же, намереваясь защищать простых граждан от преступников, Журавлев вступает в ряды милицейской службы Начальником отделения, под руководством которого начинает работать Денис, является майор Шумейка, носящий красноречивые прозвища «Сатана» У него была непростая судьба, но именно такой темперамент и сложный характер помогает ему вычислять преступников и отправлять их за решетку Появление Журавлева в отделении милиции совпадает с началом масштабной операции по поимке криминальной банды Главой этой банды является человек по кличке Клещ Помимо того, что он очень жесток, преступник еще и крайне хитер и изобретателен Стандартными методами вывести его на чистую воду и арестовать будет очень сложно Для этого будет необходим четко разработанный план Именно на эту задачу и ставят лейтенанта Журавлева Именно так стартует этот проект Андрей Бурковский поделился своим мнением о сериале «Это большой проект, и мы все активно готовились к съемкам, репетировали, встречались с режиссером и другими артистами, обсуждали детали Я смотрел фильмы про послевоенные времена, чтобы освежить в памяти ту эпоху Меня привлекла сама роль, история и время, в котором происходят события Послевоенная тема очень интересна и глобальна Мне вообще интересны исторические проекты, особенно когда крутой сценарий» Интересные факты Мини-сериал снимали в Подмосковье, главным образом на территории заброшенных заводов Роль маленького закрытого города сыграл Морозовский городок в Твере Релиз сериала состоялся 16 февраля 2021 года на стриминговом сервисе Сериал стал третьей работой для Андрея Бурковского в жанре исторического фильма В творческом багаже у актера уже была роль в полнометражной исторической ленте «Табол» и участие в боевике «Легенда о Калаврате» Казалось бы, что общего между девушкой Олей из провинции и дочерью миллиардера Марго? Они обе хотят заработать много денег Оля – это приезжая простая девушка, которая едва сводит концы с концами А Марго – девушка из высшего общества, внезапно лишившаяся своего статуса и состояния По иронии судьбы, она вынуждена устроиться официанткой в кафе, где, собственно, работает Оля Вместе девушки начинают подумывать о своем прибыльном бизнесе Тем более, что почти все для этого у них есть Все, кроме денег Но на одни чаевые дела не откроешь В первой серии Оля, находясь в тяжелом финансовом положении, трудится на двух работах А Маргарита может получить все, о чем можно только мечтать Но внезапно жизнь девушки кардинально меняется И ей приходится идти на работу Оля и Марго совершенно не похожи друг на друга Но их объединило отсутствие денег и необходимость работать официантками в подмосковном кафе На что пойдут девушки, чтобы решить свои проблемы? Сериал является российской адаптацией американского ситкома «Две девицы на мели» Весной 2016 года стало известно, что телеканал «Пятница» готовит к премьере российский ситком «Две девицы на мели» Оригинальная версия проекта «Скэт Деннингс» и «Бэт Берс» вышла в 2011 году на американском телеканале Проект продлился шесть сезонов и получил премии «Эмми» и «Выбор народа» Режиссером российского сериала выступил Константин Смирнов Известный по таким работам, как «Зомбоящик», «Беглые родственники», «Универ», «Новая общага» Съемки российской адаптации «Двух девиц на мели» стартовали в июне 2017 года Изначально планировалось, что ситком будет транслироваться на телеканале ТНТ Но потом было объявлено, что премьеру ситкома покажет «Пятница» Одни из главных ролей в проекте исполнит звезда комедийного шоу «Однажды в России» Ольга Картункова И лучший друг Дмитрия Нагиева в сериале «Физрук» Владимир Сычев Картункова воплотит образ героини Макс, которую в оригинале играет Кэт Деннингс Она колкая, знающая жизнь, работает на двух работах, чтобы свести концы с концами А Левтине Тукан досталась партия Кэролин, утонченной барышни с трастовым фондом Которой по воле случая пришлось податься в официантки Создатели проекта «Реальные пацаны» выпустили новый сериал Но это не только комедийный сериал о людях, которые делят одно жилое пространство Но и очень смешная инструкция о том, как быть верным своим мечтам и оставаться собой Это история об интеллигентном неудачнике, который живет в коммунальной квартире Петербурга Также он работает так называемым литературным негром у Ольги Бузовой и пишет от ее лица автобиографию Этот питерский комедийный сериал, рассказывающий историю не только писателя Венеи Ольги Бузовой, но и жителей коммунальной квартиры Провинциальная учительница танцев, по ошибке ставшей стриптизершей, дилера, завязавшего с криминальным прошлым и суррогатной матери, которая вынашивает ребенка за деньги В первой серии, от такой работы, наш главный герой готов залезть в петлю, но его останавливает день рождения дочери Основные действия сериала происходят в коммуналке, созданной на одной из студий Квартира вышла настолько достоверной, что во время производственного процесса некоторые работники съемочной группы жили прямо в ней Работа над сериалом шла 4 года 3 года велась работа над сценариями и поиском главного героя Еще один год продолжались съемки и монтаж Изначально сериал назывался «Бисер» В процессе работы над сериалом его создатели нашли в сюжете и атмосфере фильма некоторые ассоциации с творчеством Достоевского и решили переименовать сериал в «Бедные люди» В целом сериал получил положительные отзывы «Бедные люди» — единственный российский сериал, попавший в список лучших сериалов 2016 года по версии журнала «Афиша» Певица Ольга Бузова рассказала подробности о проекте «Да, мне было сложно Некоторые сцены приходилось переснимать по несколько раз Ведь я именно играла Ольгу Бузову В комедии должен быть юмор и гротеск, поэтому многие черты моего характера были утрированы Я как человек и как личность отличаюсь от той Ольги Бузовой, которая предстанет перед телезрителями в сериале События сериала происходят в СССР в конце 80-х Это история о жизни простых советских людей, о молодости, о зарождающихся романтических чувствах Житейские истории о любви и дружбе разворачиваются на фоне событий, приведших к коренным изменениям в жизни страны Главный герой сериала – Иван Он учится на втором курсе института, живет со своими родителями и младшим братом, а также дружит со своим лучшим приятелем Серегой Вскоре Ваня знакомится с соседом по имени Боря Ваня встречает девушку с именем Инга Он влюбляется в нее, но она не отвечает ему взаимностью Инга поселилась в общежитии и знакомится с соседкой, которую зовут Маша Она комсорг факультета Чтобы Инга заметила Ваню, он и Серега решают организовать квартирник, где должен присутствовать Виктор Цой Цой так и не приезжает и в итоге квартирник спасает Галдин, который положил глаз на Ингу Из-за квартирника у семьи Вани сломался телевизор и ему пришлось устраиваться на работу Вскоре он познакомился с Катей и они временно стали парой, а Инга начинает встречаться с Галдином Сериал показывает невероятные изменения, которые произошли за несколько десятков лет Сегодня в квартире можно установить домашний кинотеатр с большим экраном, а раньше в каждой семье смотрели советский телевизор-рекорд Благодаря сериалу можно убедиться, что в прошлом веке считалось престижным иметь красный телефон Чебурашко польского производства Позвонить с улицы в 80-е годы можно было только с помощью телефона-автомата Для современного поколения такой проблемы просто нет, ведь в мире появились смартфоны Из интервью с Александром Якиным Мне кажется, в первую очередь данный проект будут смотреть наши родители И современные молодые люди тоже, потому что им будет интересно понять, как жили, общались, развлекались и влюблялись в то время Забавно, но тогда даже шариковая ручка, привезенная из Югославии, очень ценилась, а сейчас ей вряд ли кого удивишь Во время подготовки к съемкам Наталья Зимцова расспрашивала свою маму о жизни в 80-е годы, искала на антресолях вещи того времени и даже читала журналы о моде, датированные 80-м годом Санем, девушка веселая и жизнерадостная Каждое утро она просыпается пораньше и открывает магазин вместо больного отца Потому ее и прозвали ранняя пташка Девушка вынуждена искать хорошую работу, иначе ее выдадут замуж за друга детства В конце концов Санем устраивается в издательство, где работает ее сестра Здесь и начинаются ее приключения В первой серии Санем утром проводит несколько часов в бокале своего отца После проводит свой день мечтая и работая над книгой Она очень довольна своей жизнью Пока родители не скажут, что если она не найдет должной работы, она должна выйти замуж Теперь Санем придется начать работать в офисе вместе со своей сестрой Она еще не знает, что там ее ждет большая любовь, о которой она мечтала Санем очень хочет стать писательницей и живет на Галапагоских островах У Азиза, владельца рекламного агентства, двое сыновей Эмре и Джан Эмре хочет взять на себя управление бизнесом, но его отец считает Джана более подходящим для этой работы В итоге отец назначает его управляющим агентством Но Джан предпочитает быть фотографом в отдаленных уголках мира В конце концов Джан соглашается руководить компанией, когда узнает о проблемах со здоровьем своего отца Азиз также говорит Джану найти шпиона в компании, которая помогает их конкуренту, Айлин Эмре не нравится идея о том, что его брат является управляющим, ведь он считает, что заслуживает эту должность Поэтому планирует заставить его потерпеть неудачу, наряду с тем, что он является настоящим шпионом Данный турецкий телесериал транслировался с 26 июня 2018 года по 6 августа 2019 года на канале StarTV В главных ролях проекта снялись Демит Аздемир и Джан Яман В 2019 году сериал выиграл награду «Золотая бабочка» за лучший романтический комедийный сериал Дебютная серия проекта повествует о молодой художнице Даши Смирновой, которая приезжает из Саратова в Москву, чтобы изменить свою жизнь Окунуться в мир гламура и легких денег ей помогает школьная подруга Марина Единственный источник дохода которой являются отношения с женатым чиновником, с которым она познакомилась благодаря главной светской свахе Москвы – Алисе Съемки первого сезона проходили с 16 сентября по 11 декабря 2018 года Для театрального режиссера Константина Богомолова проект стал дебютом в жанре многосерийного кино Также сам режиссер Константин Богомолов рассказал некоторые подробности о сериале Продюсеры сняли у меня все имеющиеся по отношению к индустрии опасения, связанные с халтурностью, небрежным отношением к съемкам, с желанием заработать деньги любым способом и стремлением потакать массовому вкусу Была собрана очень сильная киношная команда. Административная, операторская, актерская и художественная Все это создавало очень комфортные условия для работы Мне интересно сделать коммерчески успешную работу, но я не могу отказаться от своего стиля, от своих вкусов Мне важно делать то, что я бы сам смотрел с удовольствием Одну из главных ролей режиссер Константин Богомолов отдал актрисе Дарьи Мороз Супруги Богомолов и Мороз расстались незадолго до начала съемок, но развод не повлиял на их совместные творческие планы Актриса Дарья Мороз накануне премьеры проекта сделала заявление, что главная провокация режиссера в том, что сериал заставит посмотреться в зеркало реальных представителей нынешней светской Москвы Тем более, что Богомолов достаточно хорошо знает московский глэм Актриса Дарья Мороз высказала свое мнение о сериале Мне кажется, у нас получился продукт абсолютно западного уровня Он другой и по картинке, и совершенно другой по актерским работам Это история очень высокого уровня То, что снимает Богомолов, на мой взгляд, очень и очень похоже на правду Те, кто знакомы с этим миром, будут удивлены, насколько это точно Наш главный герой – ребенок богатых родителей И в обществе таких называют мажорами Наш герой имеет юридическое образование, но ни одного дня не проработал по профессии В один из загулов ночью он вступился за приятеля, подрался с полицейскими и выбил табельное оружие у офицера В итоге отец лишает героя всего и отправляет работать в отделение полиции То самое, в котором служат ночные полицейские Его там не ждут и даже презирают Но именно там он начнет становиться мужчиной, встретит свою любовь и найдет убийцу мамы Первая серия проекта повествует о юристе Игоре Соколовском, санебогатого и влиятельного отца Но после инцидента с полицейскими, отец лишает его содержания и отправляет служить в полицию под начало полковника Пряникова Несмотря на конфликтное знакомство с коллегами, мажору удается раскрыть первое преступление А второе преступление повергает его в шок Парень понимает, что в смерти девятилетней девочки виновен его ближайший друг Стас Автор сценария криминальной драмы является Александр Щербаков, который написал первый сезон «Обратной стороны Луны» Главную роль сыграл Павел Прилучный, известный по таким проектам, как «Закрытая школа», «Геймеры» на игре При этом все трюки во время съемок актер выполнял сам Также Прилучному пришлось много работать с автомобилями В кадре Павел должен был ездить на спортивной машине, управлять грузовиком и пожарной машиной Создание сериала Двенадцатисерийную криминальную драму поставил Константин Стацкий, знакомый зрителям по сериалам «Закрытая школа» и «Москва-три вокзала» Продюсер проекта Александр Цекало рассказал о сериале и его главном герое Персонаж, которого мы встречаем как абсолютно безответственного типа, к концу двенадцатой серии становится мужчиной Мужчиной, который принимает решения, совершает поступки и пытается даже уступить женщину, которая ему нравится, другому человеку Он ведет себя очень достойно В сценарии мы не имели никакой город конкретно Этот проект мне очень важен еще и потому, что мы снимали его в моем родном городе, в Киеве Очень надеемся, если зритель оценит наш фильм, то мы сможем там же работать над продолжением проекта Рассказывает продюсер Александр Цекало Они не знали друг друга до того дня, пока в одном клубе их не отравили неизвестным ядом И теперь тем из них, кто не умер на месте, предстоит выполнить несколько заданий загадочного кукловода Он единственный в мире, имеет антидот Если задания будут выполнены, то наградой для выживших станет противоядие В первой серии нескольких молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, судьба сводит в баре Фантом Дэн – безработный музыкант, нуждающийся в деньгах Марина – амбициозная журналистка, чья новая статья грозит ей увольнением и судебным разбирательством Саша пытается помочь единственному брату, угодившему в тюрьму Славе необходимо скрыться после неудачного взлома базы данных Хмурый, бывший сотрудник спецслужб, решает немного подзаработать А Грек оказывается не в том месте и не в то время Как только клуб заполняется посетителями, происходит нечто странное В борьбе за свои жизни они должны будут получить ответы на главные вопросы Кто организовал смертельный квест, и почему для его прохождения были отобраны именно они Пройти, чтобы выжить, является слоганом сериала А премьера состоялась 26 октября 2015 года Съемки сериала стартовали 24 апреля 2014 года в Риге Режиссеры Андрея Загидулина создатели пригласили на проект, увидев в интернете его короткометражный фильм «Наблюдатель» Ему устроили череду проверок, он делал наброски кадров сериала, снимал тизер, доказывал, что умеет работать с группой, а также прошел процесс согласования своей кандидатуры с телеканалом СТС И только после этого с ним был подписан договор Специально для сериала несколько художников вручную сделали часть артефактов Медную шкатулку с секретом, металлический шар, шифровальную машинку, шприц В процессе съемок было задействовано более 150 локаций в столице Латвии и ее окрестностях Длинные волосы у героя Павла Прилучного были выбраны для того, чтобы подчеркнуть творческую профессию его героя Дэна Согласно сюжету, он музыкант и диджей Латышских актеров в сериале озвучил известный переводчик эпохи видеокассет Андрей Гаврилов Сам сериал был впервые анонсирован в 2013 году Сериал является российской адаптацией популярной британской и американской теленовеллы «Бестыжие» 2011 года В центре сюжета многодетная семья, в которой отец-алкоголик пытается в одиночку воспитывать шестерых детей Он алкоголик со стажем, живущий в свое удовольствие К сожалению, вопрос о благополучии детей не входит в круг его первостепенных задач Брошенным на произвол судьбы детям приходится самим учиться выживать С самого детства они привыкли надеяться только на себя Ни отец, ни мать ребят не обладали необходимыми для родителей качествами Они только и делали, что пили и развлекались Когда мать бросила семью, а отец ушел в продолжительный запой, дети вздохнули с облегчением Непутевые родители только усложняли их и без того непростую жизнь Теперь дети живут под присмотром своей старшей сестры, которая делает все возможное Режиссер сериала Антон Маслов прокомментировал подробности сюжета «Мы стремились к документальной правдоподобности, но старались сделать так, чтобы эта история не была черной Наш проект про оптимистов и для оптимистов Сложно сравнить эту картину с другими отечественными проектами Эксперимент, который сочетает в себе провокацию и в то же время железобетонную драматургию Подобного у нас еще не было Получилась история про необычную русскую семью, которая не унывает при любых жизненных ситуациях Пока они вместе, они сила Съемки сериала происходили в подмосковном городе Щелково А по сюжету все события разворачиваются в вымышленном городке Мамонова Актер Алексей Шевченков рассказал детали проекта Это тот редкий случай, когда адаптация получилась не хуже оригинала Я специально не смотрел британскую версию до начала съемок, а посмотрел уже после окончания работы На мой взгляд, наша версия получилась более захватывающей В первом эпизоде, старшая дочь главы семейства Катя, в условиях полной нищеты, пытается заменить и отца, и мать Она пытается хоть как-то заработать и вырастить младших братьев Отдыхая в клубе со своей подругой Оксаной, которая снимает со своим парнем комнату у Груздевых, Катя знакомится с симпатичным парнем Дэном, зарабатывающим на жизнь весьма оригинальным способом История мира после апокалипсиса, в котором осталось очень мало людей, сумевших выжить после падения цивилизации Все они заражены странным вирусом, который поражает участок мозга, отвечающий за сон Только вмешательство извне вытаскивает людей из сна, которые через несколько часов переходят в смерть Казалось бы, общая беда должна объединить всех оставшихся в живых, но люди больше не доверяют друг другу Вооруженные банды рыщут в поисках бензина и еды, а стаи одичавших собак представляют не меньшую опасность В первой серии, бывший пациент психиатрической больницы Саша Морозов возвращается к себе домой Но в результате вспышки вируса остается один Его сестра, муж сестры и их сын быстро умирают Сериал является эксклюзивным проектом ОККО О начале работы над ним стало известно во время киновыставки, которая проходила в Каннах в октябре 2019 года На этом престижном международном форуме платформа ОККО презентовала многосерийные фильмы, собственные оригинальные продукты Премьера состоялась на международном фестивале веб-сериалов 31 июля 2021 года в Нижнем Новгороде Всего в смотре участвовали 44 веб-сериала из разных стран, от России было представлено 17 проектов Креативный продюсер сериала Борис Хлебников подчеркивал, что проект был задуман еще до наступления Пандемии 2020 года, и тогда же он поступил в разработку Это было некое фэнтези, постапокалипсис И как только началась пандемия, была мысль, что надо как-то меняться в сторону происходящего Но быстро решили этого не делать, чтобы наш проект не стал актуальной журналистикой Так как журналистике идет быть актуальной, а кино должно быть обдуманным Тем не менее, авторы продолжали писать уже во время карантина, привнося туда уже много своего нового В проект входят основной сериал и 8 веб-сериалов, посвященных каждой параллельно развивающейся истории Все части проекта объединяет тема, поведение людей в ситуации случившегося апокалипсиса Линии героев всех историй периодически пересекаются, и персонажи влияют друг на друга Объединяются на своем пути или повстречавшись, продолжают путь поодиночке Дополнительные веб-сериалы нужны, по словам директора по контенту Обка Макара Кожухова, чтобы раскрыть героев и придать истории объема Он также отметил, что идея проекта возникла задолго до пандемии